всем привет меня зовут виктор нехезен вы слушаете подкаст русской службы bbc что это было в россии снова заговорили о блокировке ютюба на минувшей неделе о принудительном замедлении ютюба объявил депутат госдумы александр хинштейн а затем в том же духе выступил роскомнадзор тему подхватил даже глава чечни рамзан кадыров предложивший я цитирую youtube не замедлять а закрыть к чертовой матери что происходит с ютюбом россии действительно ли российские власти перешли от слов к делу и чем это грозит пользователям этого сервиса эти и другие вопросы я буду обсуждать с андреем захаровым в прошлом это мой коллега по bbc а ныне считающийся властями россии и на агентом независимый журналист и публицист заканчивающий кстати работу над книгой заголовок который прямо таки отвечает на один из вопросов сегодняшнего выпуска русский киберпанк как кремль и олигархи строят цифровой гулаг и почему у них ничего не получится это был заголовок и теперь наконец могу поприветствовать андрей андрей привет привет прежде чем мы начнем как обычно короткое объявление просьба к нашим слушателям если вы нас как раз слушайте или смотрите на ютюбе то пожалуйста подпишитесь на канал русской службы bbc поставьте лайк мы будем вам за это благодарны и еще одно предуведомление в нашем разговоре упоминается журналист или ашипелин который тоже признан российскими властями и на агентом и так мой первый вопрос андрей спустя несколько дней после этих заявлений хинштейна которые мы будем обсуждать как ты считаешь действительно ли в россии начались проблемы с ютюбом есть ли какие-то свидетельства наверное стоит разделить ответ на это просто две части проблем с этим в россии начались объективные два года назад и они были известны а субъективные начались даже не после заявления хинштейна две недели назад когда было заявление ростелекома о том что вот значит ютюб россии плохо грузится объективные проблемы объективные проблемы связаны с тем что ну если говорить по простому как устроена вообще во всем мире работа ютюба вот ты живешь где-нибудь в якутске я не знаю в кирове где угодно и хочешь посмотреть свежие видео русской службы bbc вот такой вот ты проклятый либераха снимаешься все да вот ты будешь первым кто смотрит это видео ты его посмотрел и для того чтобы другие такие же проклятые либерахи из кирова якутска или у девостока посмотрели его она остается на так называемом кэширующие серверы то есть условно говоря ближе к тебе а и таких кэширующих серверов их в россии было до начала войны если не ошибаюсь несколько сотен потом их число стало снижаться и скажу почему то есть вот это для удобства потому что видео тяжелое и чтоб тебе не загружать ближайшего сервера который может находиться другой стороне вот есть такие кэширующие серверы после начала войны google в отличие от apple да который кстати сохранил юрлицо google принял решение из россии уйти юрлицо его обанкротчено там долг достигает свыше 50 миллиардов рублей по этому обанкротченному юрлицу и соответственно и по этой причине из-за санкций google не поддерживает кэширующие сервера они собственно как работали он просто вручал их операторам связи и ставил собственно оператора связи на их оборудование но соответственно они стали постепенно выходить из строя там по разным причинам со временем любой сервер выходит из строя есть статистика сколько их оставалось собственно вот поэтому инфраструктуру гугла деградировал google искал варианты как не вступая в финансовые отношения внутри страны то есть без юрлица то не может сделать и не нарушая режим санкций как-то упростить работу для ну точнее использование youtube для российских пользователей но это все равно были там не будем даваться подробностей все равно проблема была известна и они писали довольно много и полгода назад и год назад как раз прогнозируя что если ситуация не будет меняться то youtube качество загрузки качество видео оно будет ухудшаться не потому что российские власти блокируют потому что вот такие проблемы более того были даже сообщения у людей я помню нам на стрим писали что в хорошем качестве стал с ильё щепельным хорошем качестве вас стало хуже смотреть но не знаю такие сообщения были это объективные причины субъективные причины в начале июля ростелеком неожиданно сообщает что то что он констатирует то что всем известно что у гугла значит проблемы с кэширующими серверами поэтому качество видео будет ухудшаться сообщение довольно странное но то же самое значит сообщить битя мы с тобой общаемся мы так общаемся чем ты сообщаешь какая подноготная этой фразы это оно и было подноготная этой фразы вскоре вскрылась я даже не буду говорить про разные сообщения источников есть форум где люди специалисты наблюдают за тем как в россии власти замедляют или блокируют рунет есть там такой пользователь с именем владик сс и он выложил буквально через пару дней табличку и потом она была подтверждена что роскомнадзор стал замедлять конкретно не трафик всего гугла а именно google видео то есть ютюба и буквально после этого заявления ростелекома которое явно было маскировкой реального технического замедления это замедление началось и люди стали жаловаться прежде чем касается версии на компьютерах дескопной версии что действительно там 4к разрешение например видео стало работать хуже при этом официально ширма была такая да что google сам виноват такой типичный victim blaming только эти victim blaming и неожиданно хинштейн который иногда кажется каждой бочке затычка но вообще-то он председатель профильного комитета госдумы так что в этом смысле он человек который на каких-то совещаниях должен присутствовать вдруг выходит заявление в котором сообщает собственно то что ты процитировал да что google сам виноват я не работаю с властями поэтому мы вынуждены значит его пороть то есть замедлять наказывать а потом правда он поправился пытаясь свою предыдущую фразу строить в ростелекомовскую мол он имел ввиду что google сам виноват запутался ну и на этом затих так что я бы сказал резюмируя есть объективные причины которые были пока не так сильны и непонятно было когда ухудшение видео будет настолько серьезным чтобы значит вообще youtube нельзя было смотреть а есть субъективные которые но общепризнанно начались то есть российские власти лице русского надзора стали трафик youtube в россии замедлять я одну вещь хочу только уточнить у тебя по поводу заявления хинштейна он еще сказал что вот он прямо прогнозировал что на концу той недели youtube станет работать на 40 процентов медленнее а еще через неделю на 70 процентов ну то есть все это абсолютно пустые какие-то я так понимаю цифры то есть и так этот процесс уже шел то есть знаете там вот сколько четыре дня прошло после его заявления ничего не могли пользователи ютюба заметить нового но тут тоже понимаешь да ведь человек может говорить у меня плохо работает а может у него в этот момент работает в принципе плохо интернет надо подождать немножко пару дней в общем я думаю что заявление хинштейн отражает какие-то реальные их планы а то есть оно возникло не с потолка скорее всего хинштейн озвучивать реальные планы в первую очередь замедлять менее популярный десктоп тогда у меня следующий вопрос я надеюсь что ты сможешь ответить на него без каких-то прямо уж сугубо технических подробностей но может быть просто общими словами вот ты говорил что действительно есть возможность у российских властей тормозить работу youtube а это значит что они могут реально просто тормозить весь видео хостинг или как-то избирательно к этому подходить вот с точки зрения техники насколько эта техника продвинута мы часто критикуем российские власти говорим что они криворукие и вспоминаем блокировку телеграма до приведя как примера криворукости хотя на самом деле на пике то телеграм плоховато работал и блокировка телеграма принципиально отличалась от того что происходит сейчас телеграм блокировали по ip адресам и дуров тогда тратил большие деньги арендуя ip адреса за ним бегу роскомнадзор блокировал ip адреса там какой-то момент их его несколько миллионов если не ошибаюсь сейчас принципиально другое немножко так сказать да обломавшись на телеграме хотя он плохо работал российские власти закупили действительно работающую работающую технологию, deep package inspection, то есть глубокий анализ пакетов, на языке бюрократическом называется технические средства противодействия угрозам, их больше тысячи, они стоят у операторов связи, и они позволяют вычленять в общем потоке трафика конкретный трафик, свойственный определенному сервису, и, если говорить просто, более умно блокировать, чем, значит, это по IP-адресам. Обкатали это на Твиттере в начале 2021 года, и он действительно не до конца был заблокирован, но был замедлен, используют, соответственно, там, блокировки Инстаграма, обкатывали, пытались с VPN бороться, поэтому и сейчас по тем отчетам, которые есть, видно, что действительно конкретно вычленяют не общий поток Google, не поисковик, там, не знаю, не Android, а именно конкретно Google Video, и по Google Video идет просто, там, значит, замедление скорости загрузки, в несколько раз, то есть, на настоящий момент это работает, да, но, опять же, короткое замечание, когда одно дело, у тебя, там, замедление непонятного масштаба всей страны, или выборочно, или мягкое, а другое дело, как это будет, если они попробуют, например, вообще его весь замедлить, или заблокировать, да, тут тоже есть дискуссия, получится ли нет, к чему это приведет, но смысл в том, что сказать, что они криворукие, ничего у них не получится, нельзя, технология, это, кстати, импортная, были расследования коллег, что закупается до сих пор импортное оборудование, несмотря на все санкции, так что она работает, вопрос, как она будет работать с большим, огромным сервисом, а YouTube это лидер по трафику в России, если я не ошибаюсь, четверть всего трафика занимает YouTube, справятся ли эти устройства, и как это повлияет вообще на интернет российский, если решаться полностью блокировать, посмотрим, но на самом деле после законопроекта запреты гаджетов на фронте, от которого вводят все Z-военкоры, и его, несмотря на это, похоже, пока намерены принять, ждать от дедов, что они одумаются, потому что что-то плохо работает, у меня, честно говоря, есть мало таких надежд. Ну, ты немножко забегаешь вперед, я все-таки тебе потом, чуть позже, задам эти вопросы про интернет в целом в России, сейчас хочу уточнить две детали, во-первых, ты имеешь в виду, что российские власти могут тормозить работу всего видеохостинга YouTube, и при этом не будут затронуты другие сервисы Google, которыми тоже многие пользуются. Они уже замедляют, это мы видим, конкретно Google Video, речь же скорее идет о том, как будет все устроено, когда они решат вообще его блокировать, ведь для блокировки конкретного канала «Роскомнадзор» приходит конкретно к Google, и здесь отдельная тема, что на самом деле, если будет время поговорим, у кого-то часть запросов удовлетворяет до сих пор от «Роскомнадзора», это отдельная интересная тема, но да, соответственно, ты не можешь, знаешь, там, канал BBC замедлить, а там, не знаю, канал с котиками оставить, настолько умного оборудования нету, либо уж все, либо ничего. Ну, понятно. Тогда поедем дальше. Я тебе скидывал перед нашей записью пример одной из инструкций, которые уже, на самом деле, в разных видах появились в телегам-каналах, например, о том, как бороться вот с этим замедлением YouTube. Ты их посмотрел, прокомментируй, пожалуйста, насколько они эффективны, эти инструкции. Да, я вспомнил, что я их видел. Кратко, значит, там есть, точнее, уже была, насколько я понимаю, возможность, включая экспериментальный протокол в браузере, например, в Хроме, Quick, если ты его включаешь, то у тебя нормально работает YouTube, и ты смотришь там видео 4К, но вот тот же Владик СС, он написал, по-моему, 4 дня назад, что уже стали блокировать и по этому протоколу, это видно как раз, он видит это, анализируя трафик, соответственно, и люди писали, что уже перестало это дело работать, поэтому сейчас единственным работающим средством обхода замедления, а в будущем, не дай бог, блокировки является VPN, но проблема в том, что российские власти и с VPN тоже борются, и периодически пытаются блокировать конкретные сервисы или протоколы, что более пугающе, и довольно успешно, например, они потребовали от Apple убрать два десятка сервисов из российского App Store, и Apple это сделал, то есть VPN выглядит универсальным и главным способом обхода любых блокировок, но проблема в том, что российские власти не только борются с Инстаграмом до этого или там Фейсбуком, который вообще экстремистскими считают, и, соответственно, теперь YouTube, но и с VPN. И короткая ремарка, что проблема любого такого способа обхода, что как только тебе нужно что-то дополнительное включить, чтобы получить доступ к сервису, часть аудитории неизбежно отваливается. Ну, конечно. Чем сложнее это включение, тем больше аудитория отваливается, то есть аудитория Инстаграма упала два с половиной раза с начала блокировки, а это была вторая популярность в соцсети после того же YouTube. Да, люди пользуются, там даже реклама какая-то осталась, но в целом вот в условиях, когда у тебя, а, тебе нужно какой-то VPN найти, и б, он еще должен быть работающим, тебе нужно еще за него заплатить. А, значит, если это российский VPN, и ты можешь заплатить за него картой, то, соответственно, возможно, он сотрудничает с российскими властями. Ну да, сам будет блокировать. Да, сам будет блокировать. То есть тебе нужно либо крипту, либо иностранную карту. Поэтому, да, VPN был, остается и будет универсальным способом в ходу блокировок, но я боюсь, что он будет все более и более эксклюзивным, потому что следующим шагом, например, будет продолжение борьбы с VPN-ами. Есть ответная борьба, то есть люди находят новые способы сделать так, чтобы VPN нельзя было блокировать, но опять же, да, вот чем глубже тебе нужно пойти в Гугле, чтобы найти работающий VPN, тем меньше шансов, что ты дойдешь до конца этого пути. Несколько теперь слов по поводу самого Ютьюба. Мы понимаем, что российские власти пытаются бороться с этим видеохостингом из-за политического контента, ну или в целом, так скажем, независимой информации. Как ты оцениваешь долю этого контента в русскоязычном Ютьюбе? Ну, во-первых, здесь надо сказать, что в целом Ютьюб остается самым популярным соцсетем России. У него аудитория, по данным Медиаскопа, это бывший Галлоп Медиа. Это сейчас Медиаскоп принадлежит в целому. Месячный охват почти 100 миллионов человек в день, по-моему, более 50 миллионов заходят на Ютьюб. Это больше, чем ВКонтакте. Там они очень близки, но все равно популярны ВКонтакте и популярны Телеграма, на секундочку. То есть это самая популярная соцсеть России. Какая доля политических каналов? Ну, просмотры довольно большие, общественно, политических каналов. Но мы, если брать не просмотры, а аудиторию, было интересное исследование немецкого GX-фанда в конце осени прошлого года, 23-го, то есть ближе даже к зиме. И они посчитали, что аудитория Ютьюба общественно-политического, российские медиа в изгнании, тогда была порядка 6,5 миллионов человек. То есть если взять от 90 миллионов, 6 миллионов, соответственно, даже меньше 10%, но я бы даже побольше поставил, наверное, сюда можно добавить еще кого-нибудь не учитывали. Поэтому я думаю, что 10% наверное есть, но вот цифры, которые я назвал, это прям цифры, которые можно использовать, потому что это, да, есть цифры бедеоскопа 95 и GX-фанда там 6,6. Я еще добавлю, что интересно, Дима Колизев, журналист, признанный тоже, как и я, иноагентом, ведет аналитику, как смотрят общественно-политические каналы. Там интересно, что просмотры пока не упали, несмотря на торможение, несмотря на замедление, и там порядка, получается, в неделю за 300 миллионов просмотров у каналов, которые мониторят. Это там больше 150 каналов они мониторят. Вот на фоне этого следующий мой вопрос такой, а что вообще смотрят в России на YouTube, я имею в виду самый популярный контент, это что? Я вот специально перед нашим с тобой разговором зашел в тренды российского YouTube, а там, значит, что сейчас в трендах, да, видео. Я сделал гигантскую желейную пиццу весом 50 килограмм. Так. Миллион просмотров за 18 часов. Я купил самый мощный мотоцикл. Очень популярно действительно вообще видео про автомобили, вот тут видео «Наказали перекупа больно и справедливо», тоже про автомобиль. Почему по медиаскопу YouTube самая популярная соцсеть? Несмотря на то, что российские медиа в изгнании «Мы с тобой» много лет копошились с текстами, да, российская массовая аудитория, она воспринимает контент аудиовизуально. И люди, они за едой, после еды, вечерком заходят в YouTube посмотреть самый разный развлекательный контент или образовательный, или там мультики с детьми. В общем, поэтому, собственно, YouTube самая популярная соцсеть. И прикол YouTube в том, что это алгоритмическая соцсеть. Ты начинаешь смотреть про самую большую пиццу, тебе еще пять видео подсовывают. То есть, в отличие от телеграмм, которые не алгоритмические, да, это алгоритмическая соцсеть. Плюс еще очень важно, вот если, например, мы с тобой беседуем в рамках жанра подкаста, который, допустим, в Америке, да, очень популярен, и там гораздо больше аудитории подкастов, в России вот именно YouTube стал таким подкастом. Спроси меня, кто смотрит ваши стримы шепельные по пять часов? А их не смотрят, их слушают. Ну, я напомню, что, собственно говоря, наш подкаст «Что это было?» теперь выходит на YouTube. Это основная наша площадка, но объективно по прослушиваниям, по просмотрам, прослушиваниям, конечно. Да, я забыл даже, вы тоже стали, наверное, год уже, да, если не ошибаюсь. С начала войны практически, да. Поэтому это развлекательная платформа, всем удобная, и доля общественно-политического контента там, ну вот, я думаю, что не больше 10%, и те цифры, которые есть, дают даже меньше, но давай 10% возьмем эту цифру за основу. И вот, собственно, у меня из этого следует вопрос. Как ты считаешь, Кремль готов, по выражению Кадырова, заблокировать к чертовой матери YouTube, и, значит, собственно, и все эти 90% контента развлекательного, или все-таки пока не может решиться на этом? Тут, знаешь, мне всегда во всех заметках про это и разговорах с людьми было интересно, собственно, залезть в голову принимающим решения людям. Это самое интересное, да. И поэтому, отвечая на этот вопрос, я начну как раз с каких-то данных по залезанию в голову к ним, к этим людям. Полгода назад в издании The Bell, также признанной агентом, была большая заметка, там немножко было источников, и как раз тогда позиция была такая, что нам нужно сделать вот работающую альтернативную платформу, которая будет насыщена таким же контентом, который люди привыкли потреблять в ежедневном режиме, и потом, собственно, начинать с YouTube работать. И, вопреки всеобщему мнению, такой площадкой давно уже не является Рутюб, этот проект выглядит довольно заброшенным, а является ВК-видео, в который вкладываются большие ресурсы, и The Bell писал, что ВК-видео рассматривается основным вариантом для замены YouTube, уже последний год руководство ВК всячески переманило блогеров, продвигает видео, там, правда, есть отдельный разговор о готовности, и буквально там два примера, это непонятность, как там считается просмотр, и есть вопросы и к качеству работы, и даже внутри, Бейл писал, люди жаловались, что деньги вбухали, работает хреновастенько, выливается куча денег около государственных или даже государственных, а все равно нифига, значит, не получается сделать. Но, как бы то ни было, план какой-то был, и потихонечку они там вливали туда деньги, переманивали блогеров, и буквально еще этой весной там полагали, что, ну, в отрасли, что там еще нужно минимум год-два, а потом что-то случается, и тут, конечно, можно запустить конспирологию, но триггером становится блокировка ряда каналов, в том числе певца «Всея Руси» Шамана, который попал под санкции, и, собственно, его канал был заблокирован Гуглом. Это вообще отдельная история, что Гугл в любой стране сидит на двух стульях. Один стул, необходимо соблюдать американское заказательство. Если кто-то попадает под санкции США, он блокирует канал этого человека. Но одновременно он еще должен соблюдать местное заказательство. И, как я сказал, он продолжает, это видно по Гуглу Transparency Report, продолжает удовлетворять запросы Роскомнадзора. И был скандал несколько месяцев назад, когда они ограничили видео, связанное с мобилизацией. И тогда мы просто, так как люди это увидели, они сообщили авторы канала, и был скандал, да? А мы не знаем, какие видео они так тихой сапой удаляют или ограничивают. Извини, пожалуйста, что я тебя прорываю, просто хочу сразу уточнить, я не очень понимаю, зачем он это делает, если Гугл как бы ушел из России? Ну, во-первых, он ушел-то ушел, но часть его присутствует, там, не знаю, в виде работающих смартфонов, да, на базе Андроида. А Андроид это самая популярная, да, операционная платформа, тот же ES, по-моему, там 22% только занимает, что-то такое. Ну, то есть, он и с Китаем, так у него тоже отношения были. Он то уходил из Китая, потом возвращался туда. То есть, оставляет себе запасной выход, так сказать, всегда. Ну, да, ну, и, в принципе, для пользователей это было хорошо, если бы они, знаешь, уперлись рогом, может быть, давно бы уже их заблокировали. То есть, здесь всегда такая дискуссия, поэтому это те самые два стула, понимаешь? С одной стороны, ты должен санкции соблюдать, а с другой стороны, вроде работаешь. Юрлицо решил не сохранять, в отличие от Эппла, да, который юрлицо сохраняет, и даже штраф заплатил более миллиарда в этом году федеральную антивонопольную службу. Так вот, соответственно, и заблокировали канал шамана и других лиц, и появилось заявление Ростелекома, как будто, знаешь, вот как это бывает, до одного из дедов, который, в принципе, не пользуется интернетом, вот эта информация дошла, да, вот так, скажем, обтекаемо. И дед, который любит шамана, сказал, э, в смысле, давайте с ними разберемся. И дальше взяли под козерек и стали разбираться. То есть, возможно, это стало триггером, тем более, у шамана было миллион подписчиков. Хотя есть, опять же, разные версии, почему именно сейчас. Возможно, посмотрели на результаты ВК-видео. Ну, вот, допустим, ты работаешь в некой компании, и в этой компании все пользуются удобным средством видеоконференции, а потом говорят, мы сейчас переходим постепенно в другой, и все знают, что он очень неудобный. И все будут до последнего оставаться в удобном, правда, да? Конечно. Так и с ВК-видео. Я смотрю многие неполитические каналы, и люди ушли в Телеграм. Они сделали Телеграм-канал, если популярный блогер с миллионом подписчиков, где они публикуют другой контент, потому что Телеграм не про видео, оно больше про тексты. Но в ВК мало кто спешил, на самом деле, из них. И многие говорили, ну, мне нравится Ютуб. Вот я буквально одного блогера, значит, таксуем на Майбахе. Он в Москве таксует, и у него почти миллион подписчиков. Я периодически смотрю его, и он говорил, ну, мне нравится Ютуб, я буду до последнего на Ютубе. Человек абсолютно аполитичный, у него не аполитический контент, в смысле. Вот. Поэтому, возможно, опять же, здесь не могу залезть голову к дедам, вообще, это мое предположение, да? И это так выглядит. Решили немножко ускорить процесс перехода. То есть сейчас, значит, люди засуетятся, начнут регистрироваться, по крайней мере, дублировать контент, да? То есть не только на Ютубе, но и ВКонтакте выкладывать. Первое. Второе. Значит, Горелкин, депутат Госдумы, который часто озвучивает, в том числе, ФСБшные IT-инициативы, сказал, что надо нам вообще не стесняться и выкачивать развлекательный контент и его грузить в ВКонтакте. А вообще, ВКонтакт после начала войны вновь стал тем, чем был в конце десятых. Помнишь, там любое пиратское, все, что угодно, можно было найти. Потом он стал цивилизованный. Сейчас, так как в России, да, текстуальное право копирайт опять в серой зоне, кино показывают, кинотеатры, которые вроде не имеют права показывать. И ВКонтакте вообще можно опять много чего найти, если это не контент, который принадлежит правообладателям в России, да, которые могут заявить. Там реально опять стало очень много всего, не знаю, какие-нибудь все, спортивные трансляции любые. Там я однажды даже фильм «Навальный» нашел, кстати. Вот. Соответственно, вполне логично, что какой-то контент будет закачиваться, чтобы когда люди сейчас туда начнут переходить, либо когда наступит час X, называется осень, ну, это просто какие-то слова источников, надо подождать, посмотрим. Но он наступит, и наступит полная блокировка. Вот. Вы приходите ВКонтакте, и, по крайней мере, тот самый развлекательный контент, который вы так любите, пицца размером 50 килограмм, сколько там было, я уже забыл, она там пицца будет, а BBC не будет. Вот у меня как раз вопрос. Такими широкими мазками можешь нарисовать картину, что будет, если полностью заблокирует YouTube? Я думаю, что мы уже отчасти видели, что происходит, когда блокируют популярную соцсеть. То есть, когда там блокировали Facebook, тем более же Twitter, довольно маргинальные были в России, в смысле не так популярные. Twitter вообще был просто субкультурой. Facebook – московская интеллигенция, Instagram – вторая популярность. И можно было ожидать, что люди, а там еще и были большие деньги в рекламе, какое-то возмущение будет, или власти побоятся этого и не будут делать. То есть, заблокировали, и как-то все, даже и альтернативы-то нет у Инстаграма. Ну, в смысле... Как раз в YouTube, наверное, в YouTube ушли все, кто там занимался своим бизнесом в Инстаграме. Нет разве? Жанр «Моя красивая фотография», «Умный пост» и рекламная интеграция, он, наверное, в Telegram тоже ушел, но все равно Telegram немножко другой. Мне кажется, я где-то видел на статистику, что сторис у них не зашли. Ну вот. Поэтому как-то переориентировался поток. Люди покряхтели-покряхтели и перешли. И я думаю, что на самом деле, вот даже если рубильник завтра прикроют, ну, ускорятся, люди начнут туда переходить, будут страдать блогеры, потому что фигово работает что-то. Ну, не знаю, там, мы вчера с Ильей Шипельным в качестве просто шутливого эксперимента сделали рестрим стрима ВКонтакте. И там, что было бесячее, там постоянно после того, как я нажал лайк, все несколько часов стрима вылетали разные эмодзи. Сначала сердечки, потом какие-то еноты. Я просто, ну, у меня весь экран был в этих сердечках. Я не мог это остановить, я не мог это сделать. Вот пример того, как это, собственно, работает. В общем, люди будут страдать, мучаться. Они не будут понимать, почему у них 100 лайков и 100 тысяч просмотров. Не будут верить в эти просмотры. Но вот, к сожалению, на фоне того, что, опять же, не обсуждая там саму суть войны, просто вот представь, значит, есть война, и на этой войне у солдат есть гаджеты. Они связаны со своей семьей, они связаны с волонтерами, чтобы им привезли там какую-то одежду и все остальное. И тут, значит, принимается закон, что им нельзя иметь гаджеты. Все говорят, это глупость, но пока ничего не меняется. И, возможно, Путин подпишет его. То есть вот мы часто говорим, ну, уж это-то они примут. Уж это-то будет непопулярная мера. Уж после этого все рухнет. На самом деле выясняется, что сила деда, который говорит компуктер и одним пальцем нажимает на мышь, как мы помним, именно так голосовал Путин на госуслугах, нажимая на мышь так, как будто сделал это второй раз в жизни. Выясняется, что даже когда такой дед нажимает на мышь, бац, и как-то люди страдают, колются, но едят кактус. В общем, резюмирую, это, конечно, ударит по той прекрасной экосистеме, которая есть, которая называется российский YouTube. Раз. К сожалению, да, не знаю, вот в качестве эксперимента мы продолжим, например, выкладывать видео, но я думаю, что в какой-то момент они начнут блокировать общественно-политический контент, хотя пока не заблокировали. VPN-ом люди будут пользоваться, но, опять же, как мы говорили в начале, это всегда ограничивает аудиторию. И будет такое вот разделение, да, кто хочет общественно-политический контент, идет YouTube с VPN-ом. А кто хочет развлечения, это ВК-видео. В YouTube тоже есть развлечения. Часть блогеров там останется, продолжат выкладывать, но VPN накладывает ограничения. В общем, ничего хорошего не будет. Раз. Два. Мы не знаем, какие будут технические последствия для Урунета, если начнется массовая блокировка сервиса с самым большим трафиком в стране. Четвертый трафик идет через YouTube, и вот этого трафика нет. И с ним нужно бороться. Это довольно много, да. Технически здесь лучше скажут специалисты. Что будет, люди будут, да, есть как-то, сколоться. Но это не первая проблема, которую власти создают людям. И как-то потом система приходит к какой-то неустойчивому положению. Новое равновесие. Да, новое равновесие. Хотелось бы сказать, знаешь, что ничего у них не получится, люди не уйдут. Хотелось бы так сказать. Но боюсь, что реальность будет сложнее этих демшизовых заявлений. Уж прости меня за прямоту. У меня еще есть два вопроса. Первый будет глупый, второй короткий. Глупый вопрос такой. А зачем вообще Кремлю нужен вот этот полный контроль за информацией? Так называемый суверенный интернет. Или они просто по инерции уже пытаются все контролировать просто? Во-первых, контроль за информацией правда тебе что-то дает. То есть, когда, знаешь, там одновременно у тебя блокируется Инстаграм, где есть YouTube, где можно все найти, можно посмеяться и сказать, что кто хочет, всегда найдет альтернативную точку зрения. Но если мы представим себе, что так или иначе удается заблокировать YouTube, то, а потом, не знаю, в следующей стадии будет Telegram, и, например, давят на Дурова, и он начинает ограничивать с российских симок доступ к определенным телеграм-каналам, а он так делает уже с каналами, которые попали под санкции. То есть, например, канал Russia Today в Европе с европейской симки недоступен. Тебе сообщают, что он нарушает местные законы, поэтому тебе не покажем. А одновременно с того же устройства переходишь с российской симки, все доступно. В общем, предположим, они начинают также давить на Дурова, и он какие-то популярные каналы ограничивает для пользователей с российской симкой. Так или иначе, ты ограничиваешь, да, чем больше нужно усилий для получения информации, тем меньше людей эти усилия будут делать, тем сильнее эндокринации происходят. То есть, с одной стороны, да, можно сказать, что в современном мире нельзя все заблокировать. Правда, ты не можешь все заблокировать. Ты не можешь вернуться, не знаю, в 1953 год, только газета «Правда». Но, с другой стороны, ты можешь снизить количество людей, которые получают альтернативную точку зрения. Раз. Ну и, соответственно, или которые готовы ее получать, сделав какое-то определенное количество усилий. А к чему это приведет? Ну, к тому, что людей не будет. То есть, с самой альтернативной точки зрения, вот. А это, соответственно, исказит их картину реальности. Вот и все. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, полностью заблокировать им нельзя, но им очень хочется вернуться, ну, 53, наверное, рановато, им хочется вернуться в их 78-й, понимаешь? Когда у тебя есть «Известия», «Вечерка», «Комсомолка» и «Правда» в киоске, а вы, Виктор Нехезин, можете BBC слушать по ночам. И то с трудом, потому что у вас шипит и пищит все. Вот они хотят вернуться к этому. Полностью не удастся, но они будут стремиться. Вот мой ответ на твой вопрос. Ну, у меня был последний вопрос, собственно, смогут ли российские власти построить цифровой гулаг, как сказано в заголовке твоей будущей книги. И ты там же отвечаешь, что нет, не смогут, но буквально в паре фраз. А почему? Просто технологии не позволят? Ну да, первое, не позволят технологии, всегда будут способы обхода блокировок. Раз. Два. Они смотрят на Китай, как, например. Но проблема в том, что в Китае живут в 10 раз больше людей. То есть Китай сам по себе огромный рынок. Вот ведь проблема в ЭК-видео не только в том, что нет стимула. Огромные деньги с одной стороны, с другой стороны, соответственно, никто не заинтересован, чтобы их эффективно тратить, но еще в том, что хороший продукт появляется в конкуренции. Вот, допустим, Яндекс, как поисковик, он же работал в условиях конкуренции. А когда у тебя нет конкуренции, когда тебя конкуренты ограничили, то есть тебе и так придут блогеры. Зачем тебе делать что-то удобное? У тебя будут во время стрима эмоции скакать 5 часов, и ты ничего не исправишь? Да плевать тебе, у них всего нет выбора. Они будут колоться, но есть этот кактус. И когда у тебя нет конкуренции и маленький рынок, то есть в Китае рынок-то огромный, то есть поэтому там сервисы могут между собой конкурировать. А когда у тебя рынок 140 миллионов, ну, собственно, он очень маленький, чтобы ты как бы развивался. Любой IT-продукт, он стремится всегда к экспансии. И все сильные российские IT-компании всегда стремились к экспансии. Яндекс, Касперский и так далее, Телеграм тот же. И в этом смысле есть сомнения, что ему даст создать удобный работающий сервис внутри ограниченного рынка и без конкуренции. Поэтому люди всегда будут пытаться найти другие площадки, туда идти. Ну и плюс самое главное, ведь цифровой ГУЛАГ – это поразительная вещь, я на последнюю скажу здесь, что у нас в России с одной стороны блокируются соцсети, жесткий контроль за тем, что ты делаешь в интернете. И при этом я могу в один клик сейчас зайти в Телеграм и купить данные на дочку Путина. И это парадоксальная вещь, которой нету в Китае. Поэтому я, собственно, книжкой назвал, что это киберпанк, в которой есть государство, есть там корпорации, криминалы, и они в борьбе за данные конкурируют друг с другом. Хотя государство в России действительно пытается быть сверху и побороть эту ситуацию. Хотя те же данные покупают не только журналисты, их покупают еще и полицейские, потому что так удобней. И, возможно, также будут через VPN заходить на YouTube, потому что так удобней. Спасибо тебе огромное, Андрей, за это прекрасное объяснение. Ждем, когда ты допишешь книгу. Будем читать. Спасибо большое. Это был журналист Андрей Захаров. Я напомню, вы слушали подкаст «Что это было». Нас найти можно и на нашем сайте, и в соцсетях, в Телеграме, конечно же. Но удобнее слушать это в подкастах Apple, на других подкастах-платформах, или же на YouTube, несмотря на все торможения. Так что подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, оценки. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Виктор Нехезин. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok